Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели Института культуры! Научная библиотека поздравляет всех с Международным женским днём! Сектор литературы по дизайну встречает весну новой выставкой «Амазонки мирового искусства», посвященной женщинам-творцам, художникам, скульпторам, архитекторам, дизайнерам. Выставка знакомит читателей с именами наиболее известных в истории женщин, оставивших свой след в зарубежном и отечественном искусстве. На выставке можно познакомиться с картинами одной из первых женщин-живописцев XVI века Сафонизбы Ангвесолы, а также итальянской художницы эпохи барокко Артемизии Джентилески и известной французской портретистки Вежели Брен. В XIX веке положение женщин в сфере искусства стало постепенно меняться, и с начала XX столетия вплоть до настоящего времени среди них появились выдающиеся личности в живописи, скульптуре, прикладном искусстве, а также в архитектуре, дизайне, перформансе. Выставка дает возможность увидеть произведения Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой и ее авангардных современниц Варвары Степановой и Надежды Удальцовой. Здесь можно полистать альбомы известных живописцев-семидесятников Булгаковой, Назаренко, Нестеровой, Романовой. Представлены на выставке также отдельные художники, дизайнеры, керамисты из Тюмени Елена Улькина, Ольга Трофимова, Альфия Мухаметова, Галина Визель. Среди скульпторов женщин всем хорошо известны имена Анны Голубкиной и Веры Мухиной, Монографии о которых имеются на выставке. Наряду с отечественными художниками значительный след в искусстве оставили незаурядные зарубежные мастера первой половины XX века Тамара де Олимпицка и Фрида Кало, с творчеством которых познакомит наша выставка. В современной мировой архитектуре на равных с мужчинами работала Заха Хадид. Амазонкой современного искусства можно назвать и сербскую художницу Марину Абрамовичу, известную своими перформансами, порой эпатажными и скандальными, исследующими отношения между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума. Приглашаем всех на новую выставку. Она позволит еще раз поразмышлять о роли творческой личности в истории, особенно если это личность женщины.